Здравствуйте! Меня зовут Ньюля. Я сегодня буду готовить мясо под лавашом. Для этого мне понадобится вот у меня две сковородки. В одной сковородке у меня выжариваются куриные курицы. У меня вот оно выжаривается. Сейчас оно у меня поджарится здесь. И я сюда отправлю свинину кусочками порезанными. Вот оно у меня будет хорошо схватить. Вторая сковородка мне нужна для того, чтобы я сюда порезала две большие луковицы полукольцами. Пока у меня там жарится на одной сковородочке, я сейчас буду заполнять вторую сковородку. Она у меня тоже предварительно хорошо разогрета. Здесь у меня растительное масло. Вот это у меня шкварчит вторую луковицу, щедро лука. Предварительно я уже начистила картош и морковки. У меня тоже две крупные морковки. У меня где-то получается грамм 600 мяса. Так. Вот у нас лук. Мы будем размешивать, чтобы он у нас припустился как бы. Нам не надо его зажаривать до коричневой корочки. Так. Пока у нас зажарится лук, здесь у меня уже можно добавлять мясо. Вот у меня сколько тут жирка хорошо получилось. И не выбрасывается, но это же все можно пригодиться в хозяйстве. Вот. Оно сейчас выжарится. Вот так вот. Становится оно у большого цвета. Так. Я опускаю сюда свинину. Предварительно помытая и порезанная. Кусочки небольшие. Так. Запускаем сюда свининку. Ой, как у меня хорошо от лука, я вам скажу. Просто замечательно. Так. Мясо у нас пошло жариться на большом огне максимальном. Поэтому отходить отсюда нельзя, чтобы оно не подгорело. Так. Лукчок у нас становится пропитанным маслом. Поэтому мы сюда можем смело начищать морковь. Морковь у меня две крупные. Вот я вам покажу. Вот такие у меня две крупные моркови. Сейчас мы начищаем морковь и следим за мясом, чтобы оно у нас не подгорело. Так. У меня мясо поджарилось. Морковка с лучком у меня не обжарилась, а протушилась, можно сказать. Теперь что я дальше делаю? Беру свою любимую сковородку. Без нее я никуда. Вот. Выкладываю сюда оставшийся жирочек куриный, внутренний. Так. Выкладываем это все сюда. Убираем. Теперь берем картошку. Вот так вот. Кусками режу. Вот так. Ну, порезала. Сюда я прям сковородку добавляю вот так вот. Две столовые. Где-то две столовые ложки майонеза. Горчицы. Ну, горчицы. Чайная ложка достаточно. Присаливаю. Вот так вот. Потому что в майонезе соль. Поэтому главное не переусердствовать приправки. Все это я перемешиваю. Прямо сковородки. С картошкой. Вот у меня такая картошка получилась. С майонезом. С приправкой. Так. Дальше. Следующая у нас процедура. Это мы выкладываем мясо. Сюда же. Вот с этой пюшечкой. Со всем чем равномерно. Идет сюда мясо. Мясо, когда я жарила, я его не солила. Не перчила. Ничего с ним не делала. Поэтому я сейчас чуть-чуть, буквально чуть-чуть присолю. Хотя, давайте я лучше приправкой рассыплю. Вот универсальная такая. Приправка я так вот. Не просто капельку. Вот так вот. Все равно здесь будет жидкость. Оно будет тушиться. Вот. И следующий слой у нас идет. Это морковка с луком. Тоже равномерно распределяем. Так как я сказала, что здесь две большие луковицы, две морковки. Поэтому оно как раз все покроет. Вот. Сейчас я вам покажу. Так, чтобы это видно. Вот. Сейчас я поставлю. Вот это все распределила. Я распределила морковку аккуратненько. Теперь я беру ножницы и беру лаваш. И нарезаю вот такими полосочками. И укладываю сюда. Вот. Полосочки как хотите. Ну, я думаю, чем тоньше, тем лучше. Так вот мы делаем это все. Наводим красоту. Лаваш будет задерживать жидкость. Он будет хорошо запекаться. Сейчас у меня такая сеточка с лаваша. И все это я тщательно засыпаю сыром сверху. Духовка у меня уже разогрета. Сейчас я туда ставлю всю эту нашу красоту. Спрятали морковь. Правда, она тут все равно где-то просвечивается. Я сюда не добавляю никакой жидкости. Потому что здесь жидкость даст морковь, лук, мясо. Оно будет делаться в собственном соку. Так, где моя любимая крышка? Вот она. Закрываем и отправляем в духовку до полного готовности. Пошел час с того времени, как я поставила в горячую духовку свою любимую сковородку. Достаем ее. Ой, горячо. Вот так. Я ее выставляю. Открываем. И вот что у нас получилось. Очень ароматное, красивое блюдо. Получилось сверху у нас как сухарики. И последний штрих, что я сделаю. Я добавлю сюда сливочное масло. Сверху. Просто вот так вот возьмем. И пока горячее это блюдо, я положу сливочное масло. Оно сейчас пропитает эту корочку. И даст еще больше вкуса и аромата. Советую приготовить такое блюдо. Не пожалеете. Это можно приготовить такое блюдо, как и праздничное, и для гостей. И можно такое приготовить блюдо для того, чтобы съесть в кругу семьи. Приятного аппетита. Вот я, смотрите, положила маслечко. Оно тает прямо на глазах. Ой, и очень сильно пахнет. Приятного аппетита. Большое спасибо, что были со мной. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok